Добрый день, шановные господарства! Витаем на кухне правооборонщика центра «Весна» в нашей видеопрограмме «Кухня ТВ». И сегодня у нас неизвычайный выпуск, но потому что, по-перше, у нас сегодня только один гость, в нашей программе, а по-другому, сегодня в нашу кухню завитал спадар Дэвид Спайерс, наместник керавника миссии Великобритании в Минске. Тема сегодняшнего нашего выпуска будет тема смиротного покарания. Это тема актуальная для нашей страны, но некоторые страны Европы так же сутокались с этой проблемой в свой час. И в свой час вы решили ввести мораторий, альбо целиком отмываться от этой меры покарания. Великобритания, например, отмывалась от этого вида жесткого бесчеловечного покарания еще в 60-х годах минулого ста годзе. Я сегодня хочу запытаться у нашего шановного гостя про досвид Великобритании у адмене смиротного покарания. Спандар Дэвид, расскажите нам про историю смиротного покарания у Великобритании, как ведомо, в 17-19 ста годзе иноактивно выкористовывалось в вашей краине. Великобритания,ANK YOU VERY MUCH, В ИНИТЕМ ИНИТЕДИЕВУЙСТВЕННЫЕ В ИНИТЕЙ ИНИТЕЙ ОБИННОЕ В ВЕРУНОЕ В ИНИТЕНОЕ В СООЩЕ В ДЕАСЬ ЕГО В ИНИТЕЙ ПЕНАЛЬТИ ИНИТЕМО, Продолжение следует... 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 на протягу семнадцатого, девятнадцатого стагодзе, пащатку двадцатого стагодзе, верьме активно применялась. Але мне цякаво, господар, Дэвид, што ж паслужило штуршком для пащатку дискуссии у громадстве об омогчуемости отмены смиротных покаранья? Я думаю, что в самом начале процесса рассматривания на смерть пеналтии даже началось в 1800-х годах. Там была 50-летняя период где несколько фар-сайты reformers в Университете 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 пеналтии и, в итоге, даже в том, что экскурситете университете 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 в различных терробре виплечениях в ходе университете для пеналтии большинство облафтовали в районе 1800-х годов университете пеналтии И это было первое время, когда вы действительно понимали, что люди в парламенте были пытаться дать править о процессе молитвы или оболитивания. В 1938, просто после войны, в парламенте было первое время, заявлено, что в парламенте было предупреждено. Unfortunately, в парламенте войны, в 1939, и эта парламентация была потом подсадена. После этогоック, в конце войны, в 1912 году было преследено полиатура, либо преследено парламентария, как по опыту. И, к тому же мнению, в компании, в парламенте, в Коммунистике, это было предполагено, и появившись в парламенте. Коммунистике, в банах, в Wizarding, Стоит, IRS уводил свой оценок. И так что, этого не было. А. Они не могли, поэтому, поставить рекомендацию, чтобы это было оползовано. Но они снова уничтожили, чтобы это было очень небольшое количество официй. Это было действительно начало оборудования, двигателями парламентариями и правительством, в том числе и популяционных форсов. Но я также хотел бы спросить, кто был инициатором оборудования в Украине и про какие юридические механизмы это осуществлялись? Про некое специальное принятие закона или, может быть, проводился некий референдум? И кто, миновата, был главным инициатором? Депутаты парламента, может быть, урад, премьер-министр, это может быть королева? Или есть референдумы о своих правительствах? Я думаю, что это спури на много парламентариями чтобы еще разобраться в Украине, чтобы не было оборудования в Украине. И это очень благодаря тому, как парламентария, который, за 20 лет, премьер-министр, за 20 лет, честного оползова. И в 1965, он отправился на Билл-морку, Продолжение следует... 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 Вельми цикавая история замагания за адменность народного покаранья, и мы бачим, что активную роль отыгрывали депутаты парламента, которые были обраны народом в парламент. И я вот хотел еще запытаться о само громадство Великобритании, насколько оно было готово для адменности народного покаранья в Украине. Я думаю, что гучали розные меркованья, и я думаю, что когда у нас говорится про то, что большинство народа не готова для адменности народного покаранья, мне задается, что Великобритания на тот момент на полной ситуации не мощно отразнялся от сегодняшней ситуации в Беларуси, например. Если вы посмотрите на опинион polls, которые были в том, когда областью, в некоторых случаях депутаты бытины отображены от asleep. А затем, что большинство людей делают в обществе, но и благодаря. И в этом поминологischen polls могут быть сильно влияющими новыми выски в историю, или даже сейчас причиняем, как скажите, что это вопрос. Я показываю две примеры, что в Украине anche в Великобритании. В 1966 году, в начале оболитии, возникла очень грустная murder, где в Manchester, в Норвенгландии, в том, что было в городе. И большинство людей в этом году вернется, что мы должны были уничтожить на людей которые были уничтожены. И в то время, когда вы были уничтожены, где, например, вы были уничтожены и уничтожены, и которые бы иметь в Дефицитенцию, если бы иметь адрес, они были в последнее время, которые были бы полностью полностью исключены. И люди, как Берман 6, Гульфорд 4, просто назвали пару, но многие другие. И на эти occasions, если вы спросите о Дефицитенции, они бы спросили, что это хорошо что мы не имели Дефицитенцию, а то, что интоллентная индустрия бы уйдет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...